Здравствуйте, с вами канал NamedB. Каждый месяц обладает своими, присущими только ему особенностями. Считается, что есть удачные месяцы, когда можно выиграть в лотерею, но есть и совсем неудачные. И чтобы разобраться в этом вопросе, предлагаем познакомиться с общими предсказаниями астрологов на 2023 год. Январь Этот месяц все еще находится в полной власти Водяного Тигра, поскольку Новый год по восточному гороскопу наступит лишь 22 января. Старайтесь не планировать в этот период никаких рискованных дел, финансовых махинаций и не участвуйте в азартных играх на деньги. Результат будет более чем удручающий. Наиболее благоприятными для решения текущих финансовых вопросов будут 1 и 4 января. Купите недорогой лотерейный билет. Небольшой выигрыш поможет стабилизировать финансовое положение после покупки подарков перед Новым годом. Самыми неудачными днями в январе будут 13 и 14 число. В эти дни вы не только не сумеете ничего выиграть, но и рискуете потерять свои деньги. Старайтесь в этом месяце не брать кредитов и не занимать у родственников. Особенно если деньги вам нужны, чтобы сделать ставку, сыграть на бирже или чего-то подобного. Февраль Этот месяц в целом будет гораздо стабильнее, чем предыдущий. Черный кролик уже полностью вступит в свои права. А значит можно начинать активную работу по решению всех финансовых вопросов. Звезды советуют к любым операциям с деньгами подходить с умом и не ждать легкой наживы. Самые благоприятные дни для участия в лотерее наступят после 19 февраля и продлятся до конца месяца. В первую же половину месяца не стоит поддаваться искушениям и тратить свободные деньги на покупку лотерейных билетов или азартные игры. Львам и девам в этот период лучше воздержаться от любых рискованных операций. А вот Раков и Водолеев ждет удача. Март Март приготовил всем знаком зодиака много сюрпризов. Вот только назвать их приятными будет сложно. Достаточно сделать один неверный шаг, и ситуация станет неуправляемой. Ожидаются крупные денежные траты. И чтобы не усугублять ситуацию, близко не подходите к азартным играм. Однако можно попробовать поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Даже если ничего не выиграете, сожалеть все равно будет не о чем. Наиболее благоприятные даты – 12, 27 и 5 марта. Единственный день, когда удача отвернется от всех знаков зодиака – это 13 марта. Благоприятным март будет только для весов. Кому-кому, а этим вечно сомневающимся натурам, месяц придется по вкусу. Апрель Этот месяц будет довольно благополучным в материальном плане для всех знаков зодиака. Особенно повезет овнам и ракам. Посмотрите свой гороскоп. Запомните указанные там счастливые числа, удачные дни недели и действуйте. Удачное время для азартных игр – 10 апреля. В этот день вполне можно выиграть в лотерею. Главное, будьте благоразумны и держите себя в руках. Не особенно благоприятными окажутся 5 и 23 апреля. В эти дни лучше не рисковать. Воля и самодисциплина помогут вам выиграть. Попробуйте разработать финансовый план ставок и придерживайтесь его неукоснительно. Май Хотя погода за окном будет радовать теплом, удача и символ года никого точно не побалует. Только работа и выполнение своих обязанностей. Май точно не располагает к участию в конкурсах или азартных играх. Можно серьезно проиграться. А это повлечет негативные последствия не только для вас, но и для ваших близких. В этом месяце звезды рекомендуют прислушиваться к своему чутью и не идти наперекор здравому смыслу. Будьте реалистами и не играйте с судьбой. Не забывайте о мошенниках. Есть большой риск попасться на уловки аферистов. Постарайтесь не вкладывать деньги в сомнительные дела. И главное, в мае не отдавайте имущество в качестве залога. И не пренебрегайте голосом разума. Первый летний месяц принесет тепло и долгожданный выигрыш даже закоренелым неудачникам. Можете участвовать в любых конкурсах, лотереях или розыгрышах. Даже ставки на спорт принесут некую прибыль. Однако не испытывайте удачу слишком часто. Если в первой половине месяца вы уже получили свой выигрыш, то остаток июня займитесь чем-то другим. Благоприятные дни для выигрыша – 8, 12, 25 и 28 июня. Особенно удачными окажутся субботы и воскресенье. Для тех, кто еще никогда и ничего не выигрывал, 20 июня станет судьбоносным. Обязательно купите лотерейный билет. Большой куш в июне сорвут раки. А вот овны рискуют попасться в ловушку мошенников. Если в начале месяца вам не повезло, больше не играйте. Лучше уделите время отдыху и работе. Подкопите денег и попробуйте сыграть в июле. Июль Июль не избавит вас от накопившихся финансовых проблем, но может стать благоприятным временем для выигрыша некоторой существенной суммы. Но чтобы карты сложились, от вас потребуется терпение. Придется дождаться последней недели месяца. Именно это время будет самым удачным для азартных игр, ставок на спорт или розыгрышей призов. Обязательно участвуйте, даже если не верите в успех. Фортуна вас еще удивит. Благоприятное время для выигрыша – последняя неделя июля. Неблагоприятные дни – 1, 3 и 5 июля. Июль – это благоприятное время для участия в торгах на фондовой бирже. Даже новички получат солидный доход. Успех ждет дев и скорпионов. А рыбам лучше воздержаться от азартных игр. Август Последний месяц лета – время сбора урожая и промежуточного подведения итогов. Удача будет сопутствовать всем вашим начинаниям. Хотите выиграть автомобиль? Пожалуйста. Ждете роста цен на акции какой-то компании? Легко. Главное – не пропустите свой шанс. И не рискуйте всем, что у вас есть. Благоприятными датами для игр в лотерею станут 4, 16 и 24 августа. В последнюю неделю месяца лучше воздержаться от любого рода конкурсов. Можно стать мишенью мошенников. Месяц будет удачным для козерогов и скорпионов. А вот близнецам и тельцам придется контролировать каждый свой шаг, чтобы не потерять удачу. Сентябрь Осень приветствует нас дождем, прохладой и небольшими выигрышами. Рассчитывать на большой куш не приходится, но можно получить несколько приятных подарков. Если у вас есть какая-то интересная идея, связанная с риском, непременно попробуйте. И вы удивитесь, как будут развиваться события. Самыми счастливыми днями в сентябре станут 5 и 25 число. Не возлагайте надежды на 16 сентября. Эта дата неблагоприятна для азартных игр любого рода. Особенно удачливыми будут раки. А вот овнам удача точно не улыбнется. Они окажутся в глубоком минусе, если будут часто играть и много ставить. Октябрь Осень постепенно вступает в свои права. Но расстраиваться не стоит. Удача вполне исправит безрадостную картину за окном. Пусть дождь напоминает вам не холодный душ, а звон денег. Поверьте, так оно и будет. В октябре можно смело уповать на удачу и участвовать в любых лотереях. Самыми удачными датами будут 2, 15 и 23 октября. А вот 13 октября лучше держаться как можно дальше от лотерей и букмекерских контор. Тельцам в этом месяце непременно крупно повезет. Поэтому не бойтесь делать свои ставки. А вот стрельцам лучше контролировать свои финансы и не рисковать даже маленькой суммой. Ноябрь Ноябрь избавит вас от романтического настроя и заставит руководствоваться исключительно холодным расчетом при покупке лотерейного билета. Это время для тех, кто не верит в удачу и всего добивается своими силами. Если вы умны и решительны, в ноябре удача непременно будет на вашей стороне. 13 и 15 ноября – самое благоприятное время для биржевой игры и других розыгрышей. А вот вторая половина месяца будет не слишком удачной. Ни для лотерей, ни для других игр, основанных на случайном принципе. В любой ситуации держите себя в руках и никогда не тратьте больше, чем можете себе позволить. Не забывайте, что символ года – черный бодяной кролик – более всего ценит семью. Ни в коем случае не используйте для игры в лотерею семейные накопления. Декабрь Последний месяц года будет наполнен суетой, поэтому ставки на спорт, лотереи и другие азартные игры отойдут на второй план. Тем, кто хочет подкопить на подарки близким с помощью удачи, можно рассчитывать на небольшой выигрыш в конце месяца. Обязательно купите лотерейный билет перед 30 или 31 декабря. Волшебство этой единственной ночи в году способно творить чудеса. Не делайте ставок и не рискуйте с 1 по 15 декабря. Это не слишком удачный период. Особенно удачным декабрь будет для скорпионов и рыб. А вот девам и ракам лучше не тратить деньги на какие бы то ни было рискованные проекты. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NamedB. Спасибо, что вы с нами и до встречи.